Всем привет! С вами снова я, Михаил Шилов, автор проекта Корректура, drshilov.com, budashin.ru и всяких прочих разных других. Я продолжаю серию индийских подкастов из Гоа. Сегодня, вернее не сегодня, а в этом видеоподкасте. Я не знаю, когда у вас что-то сегодня, когда я записываю, или в другое время будете смотреть. Скорее всего, в другое. Я расскажу вам о питании, о своем и вообще, какое тут есть, и что тут и как, и к чему быть готовым. Вот смотрите, какая ситуация. Перед тем, как выехать сюда, я записал подкаст из серии подкастов «За рулем», где продекларировал следующее положение, что выезжая сюда, а это после Нового года, то есть после праздника с начала 2016 года, я немножко поднабрал в массе того, чего не надо, нехорошей мышечной массы, нехорошей массы, жирка, наверное, водички всякой. Вот, и я поставил себе задачу с 85 килограмм до 80 здесь массу снизить тело. Соответственно, немножко подсушиться, не страдая и не мучаясь ничем, никакими супердиетами и всем прочим. Просто правильный спорт и правильное питание. А также водосолевой баланс, верно. Ну и вот, смотрите, ничего я сюда не брал, не использую никакого не спортивного питания, ничего, только на том, что здесь есть. Ничего с собой из питания мы не брали вообще. Даже не брали банально кофе, которого здесь, в общем-то, нету, да. Ну, можно в магазине купить так, но вот даже в отеле за завтраком там вообще-то кофе, ну, не айс вообще. Чай в Индии есть, да, хороший, много. А кофе – это засада. Ну, так вот, ничего не брали. Ни сладостей, тем более, там каких-то. Ни булочек, ни выпечки, ни субпродуктов, ни бакалей, ничего. То есть, то, что здесь мы купили бы или то, что здесь есть в отеле, то есть. У нас, значит, такой пансион – завтрак и ужин. Используем мы их в основном для самостраховки. То есть, полноценно используем только завтрак. Потому что завтраком есть как раз и чай, и кофе. Вот, можно яичницу поесть, есть омлет, либо просто белки яичные. Есть также овсянка. Вот. Ну, кто уж особо хочет есть и тосты с медом или джемом. Вот такая вот вещь. То есть, с утра можно все – и сладкое, и всякое. Поэтому, без проблем. Вот. А вот дальше уже все по-другому. Дело в том, что Индия – страна, где не шибко много мяса едят. Это я хочу заметить. В основном тут очень сильно фигурирует такая тема, как фрукторианство. То есть, они много фруктов едят. Потому что они, в принципе, самодоступны довольно-таки. Ну, и очень много здесь овощей. Овощей реально много. Разнообразие огромное. Цены вполне приемлемы. Вот на фрукты, я хочу сказать, на разные. И цены разные. Мы как в туристической зоне посмотрели, так и, значит, уходили подальше. И хочу сказать, что фрукты не очень дешевые. То есть, ожидали мы… Они дешевые, но не настолько, насколько мы этого ожидали там, где-то все произрастает, где на транспортировку особо тратиться не нужно. Не знаю, с чем это связано. То ли с тем, что, ну, скажем так, избалованы на Гуа, или в Гуа. Буду на Гуа говорить. Сам туристами, местное население. Либо в этом штате. Ну, в этом штате оно реально все подороже. Вот. Может, поэтому. Но что касается вот овощей, то это просто фантастика. Овощи великолепные. Такие все большое, крупные, сочные, вкусные, зрелые. Ну, солнце много, вызревает хорошо. К тому же, я уверен совершенно на сто процентов, что все это выращивается без химии. Потому что мы видели, где и как это выращивается здесь. То есть, это местное население выращивает реально у себя. И на химии у них особо денег-то и нету. Да и не принято по всей имости. Да и так оно хорошо растет. Вот. Поэтому едим мы тут в огромном количестве салаты. И вот для скидывания массы жировой, то есть, для похудения здесь идеально подходит и климат, и режим. Он просто супер. Ну, питание режима имеется в виду. Почему? Потому что, в принципе, вот овощей таких, какие здесь есть, можно есть в неограниченном количестве. И с точки зрения выброса гормонов удовольствия от насыщения, от растяжения желудка, ну, только перерастягивать его не надо, конечно, но от насыщения и наполнения желудка проблем никаких нет. Можно наедаться в день, несколько раз, набивая пузо полностью над овощами. И поэтому постоянно есть ощущение, чисто физическое ощущение, ощущение самсытости. А если есть избыточная масса тела или тот жирок, который хочется прожигать, то если начать, то есть, активно бегать и много ходить, то метаболизм будет разгоняться довольно-таки быстро. И утилизация этой ткани жировой, она запустится. Особенно, если первые дни хорошо позаниматься интервальными, в общем, интервальными методами тренинга, тогда буквально за два-три, только надо в день позаниматься так раза два или три, пусть даже понемногу, по полчасика. И тогда запустится как раз утилизация жира для энергетических целей, и вы не будете испытывать какого-то дискомфорта в том плане, что не будет энергии хватать. А потом не надо забывать про энергию солнца. Я не зря сказал, что тут режим и климат очень сильно влияют. Дело в том, что человек энергию черпать может как ящерица или как насекомые, нагреваясь от солнца. То есть, он может много брать энергии извне. Не только нотандогена создавать ее из экзогенных источников, то есть, что-то съев, а потом уже преобразовать энергию. Он может энергию аккумулировать, энергию солнца. Не так, конечно, как, не знаю, там, аккумулятор, батарея солнечная, прямо в чистом виде выдавая потом это все. Скорее всего, это не аккумуляция в том виде, чтобы ее использовать, но это позволяет экономию, вернее, сберегать энергию. Не запасать, а сберегать. Именно поэтому человек, который приезжает с отдыха, откуда-то с теплых стран, он долго находится на подъеме. Это не просто эмоциональный подъем, это реально запасы, которые он сделал от инсоляции. Здесь и витамины запаслись, которые вырабатываются на солнце. И вообще, энергия солнца, она может аккумулироваться, может определенным образом. Она не может расходоваться потом прямо в какую-то там активную физическую деятельность, но в нервную деятельность, нервно-психическую запросто. И поэтому то солнышко, которое здесь получаешь, ну, здесь или в теплых странах других, это очень самохорошее подспорье для того, чтобы снизить энергоемкие источники, которые мы употребляем в пищу, такие как углеводы и жиры. Вот. Что касается белков, ну, я говорю, тем, кто хочет мышечную массу наращивать или так озабочен сильно сохранением ее, она у него не сохраняется. Это, как правило, культуристы, какие-то там атлеты, которые эту мышечную массу холят и лелеют, очень сильно боятся потерять и без специального питания, и без специальных витаминок роста, в кавычках, у них она начинает сама по себе просто теряться, потому что генетику не обманешь никак. Вот. Тем, конечно, плохо будет. Им надо будет отдельно покупать здесь все это и мясо, и белок с собой возить. Хотя здесь, на самом деле, все это есть. Все это можно купить. Есть и джимы здесь, самозал, и спортивное питание продается. Все это, и фармакохимия вся более доступна, чем у нас. То есть, если кому-то нужны самостероиды, гормоны, наверное, все это можно купить. Не наверное, а совершенно точно можно, если это кому-то нужно. Но если стоит задача сохранения мышечной массы, вот, и даже потери веса, как такового, то можно не париться. Можно обойтись только теми продуктами, которые здесь есть. Здесь хорошая рыба, хорошие морепродукты. Не скажу, что морепродукты такие, как лангусты, креветки и всякое прочее. Это лабуда сильно дешевая. Ну, гораздо дешевле, чем у нас в России, конечно, но подороже мне, как мне кажется, чем в Сан-Таиланде. Вот. Но у меня задача, я вам озвучил какая. Поэтому я тут, в общем, перешел на фрукты и овощи конкретно. И не испытываю никакого дискомфорта совершенно по этому поводу. Белковую пищу принимаю в день. Один раз, как правило, в обед. Ходим мы в какой-нибудь ресторан. Покупаю я там какой-нибудь стейк из рыбы, либо морепродукты какие-нибудь, креветки там, да, вот такую порцию. Еще все это недорого, на самом деле. Вот. А тем более, если один раз в день, то вообще без проблем. Остальное время – это фрукты, овощи. Ну, завтрак я рассказал. На завтрак я позволяю себе все. Даже выпечку, ну, в смысле хлеб белый, я с медом могу поесть даже. Вот. Так что, вот так вот. И хочу сказать, что вот я третий день сейчас здесь. Каждый день, ну, это первые дни-то просто. Там уходит вода еще. У меня ушло за два дня каждый день по 750 грамм. Ну, тут много воды. Я думаю, что в основном одна вода. Вот. А по сути мы будем находиться 11 дней. Вот мне за 11 дней надо 5 килограмм потерять. Ну, это герунд, да, на самом деле. Я знаю, как это делается, и делаю это не раз. И здесь экстремального нет ничего, потому что эта потеря будет того, чтобы и приобрелось после Нового года так же быстро. И так же быстро потеряется при правильном совершенно питании и при тренинге. А то, что я не голодный хожу, я вам обосновал почему. Потому что овощи ем как только есть. Захотелось сразу раз, и поел овощей, салат и мисочку. И просто все прекрасно. Вот. Такие выходы. Может, что-нибудь по этому поводу расскажу попозже еще. Салют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова